Мы завершили маршрут по суше в старинные места Занежья и начинаем наш маршрут по воде. Катер ждет нас в поселке Великая Губа на берегу одноименного водоема на Онежском озере. Утром мы отправляемся сначала на Кижи, а потом собираемся посетить несколько деревянных шедевров на берегах Онеги. Старинные деревни и церкви на берегу проносятся мимо летящего вперед катера. Прибрежные деревни, сообщается, перевозят грузы только по воде. Вдалеке показались знакомые очертания церкви Кижского погоста. Название Кижи имеет вепское происхождение, возможно, от слова «мох» или «место для праздников». Кижи были административным и культурным центром Занежского края, поэтому именно здесь был выстроен самый яркий и живописный ансамбль, известный теперь во всем мире. Он состоит из летней церкви Преображения с устремленными в небеса двадцатью двумя главами, покрытыми лебехом. Зимней Покровской церкви и высокой шатровой колокольни. Они обнесены деревянной оградой. В старинные времена именно здесь собирались жители всего Занежья на ярмарки, крупные праздники и общие сходы. Мы осмотрели с воды береговые строения и причалили к музейному пирсу. Оставив катер, мы начали прогулку по территории музея-заповедника. Он возник в 1966 году вокруг Кижского ансамбля, а позднее занял весь остров. Бывшим здесь деревянным постройкам были добавлены другие, перенесенные из разных мест Занежья. Интересные по своей архитектуре деревянные дома, старинные церкви и часовни гармонично вписались в естественную среду острова. Коллекции музея пополнились тысячами экспонатов, рассказывающих о жизни и быте местных народов. Словно попадаешь в прошлое, кажется, что в домах еще живут. В горнице развешаны полотенца, стоит самовар, разложено рукоделие. В церквях и часовнях старинные иконы и расписные небеса. Любителям истории и туристам будет интересно в живой среде, в настоящих деревенских домах познакомиться с поделками ремесленников, с их орудиями труда, необычной посудой и утвари русских северян, карелов и вепсов, их одеждой и украшениями. Музей-заповедник Кижи отражает культуру коренных народов Карелии, их духовность и уважение к древним традициям. Ценность музея не только в памятниках зодчества, но и в тысячах бесценных экспонатов. Это иконы древнерусская живопись, книги и рукописи, археологические находки и предметы быта, собранные за полвека экспедициями по селам Карелии. Остров узкий и длинный, его площадь около 5 квадратных километров. После Кижи мы прошлись по его северной части, где сохранились старинные деревни Васильева и Ямка. Сейчас в них живут сотрудники заповедника и волонтеры. Здесь проводятся мастер-классы старинных ремесел, которые когда-то процветали в этих селениях. Когда идешь по берегу вдоль деревянных домов, ощущаешь присутствие духа древности, здесь оживает старина. Погода портится, начался дождь и сильный ветер. Мы вернулись на катер и начали движение обратно к стоянке, ведь ветер усилился до штормового. Наша программа маршрута по воде становится нереальной. Прогноз погоды на ближайшие дни все хуже и хуже. Мы решили возвращаться в поселок Великая Губа. Пока катер и капитан борются со штормом, вспомним, как планировалось это путешествие. Друзья, я слышал, что на берегах Онежского озера сохранились старинные деревни, церкви и часовни. А зачем так далеко ехать? В Петербурге полно церквей, соборов прекрасных. Нет, Ваня прав. Надо обязательно ехать в Зонежье. Там сохранились деревянные, шатровые, удивительно красивые, потрясающие церкви, намоленные столетиями. Вот это что ли? Да, а это? А как туда добраться? По суше, на машине, по воде, на катере. Из-за шторма мы не увидели, что планировали. Да, мне с рекогносцировкой на катере повезло больше. Я побывала в наполненной мистической тайной часовне в густых вековых елях за деревней Подельники. Сходила на маленький островок Яглов с брошенным домом и часовней, где сохранилась и старая лодка, и даже забытая чья-то детская люлька. И на остров с забавным названием Волк прошла по старинным прибрежным деревням Кондобережская, Устьяндова, Корба. У сгоревшей в семидесятых церкви познакомилась с жителями села Сибово. Зашла в сенную губу, место прежних ярмарок, на Леликов остров и даже на Юлькин маяк на каменистой банке. Значит, есть что посмотреть. У нас будет еще повод приехать сюда снова. Покидаем Зоонежье, вытаскиваем катер из воды и отправляемся в обратный путь. Через Медвежегорск по Мурманскому шоссе на юг. Дорога долгая, по пути меняем лопнувшие, уставшие от Зоонежьского бездорожья, колесо и снова вперед. Добрались до стоянки катера в Новой Ладоге, на реке Волхов. Завершаем маршрут в Зоонежье, по суше и по воде. Капитан, как полагается, последний покидает корабль. И, наконец, мы видим радость на Юлице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин